Добро пожаловать на StandFive MadCode 9. Это наш проект, который стартовал в 2014 году. Тут мы делимся опытом и знаниями, поэтому присоединяйтесь. Анонс 10-го MadCode можно найти на страничке нашей группы в Facebook. Также все вопросы по докладу можно оставить в комментариях, и мы на них ответим после презентации. На слайдах, в принципе, большой размер шрифта, но советую попробовать настройки видео-стрима и настроить HD-качество. Итак, меня зовут Воронов Александр. Сегодня я бы хотел рассказать о Swift и о функциональном программировании, используя этот язык. Как я к этому пришел? Я однажды попробовал, увидел такой фреймворк Reactive Coco. Он мне очень понравился, там было куча всего нового и неизвестного. И, конечно же, я в самом начале ничего не понял. Поэтому решил копнуть глубже, узнать, откуда растут корни, и начал изучать функциональное программирование, чтобы лучше разобраться в этом. Итак, Swift довольно-таки молодой язык и впитывает в себя много крутых фиш, функциональностей и так далее. И также хорошо позволяет совмещать как объектно-ориентированное и другие программирования, так и функциональное. Сегодня в презентации поговорим о том, какие основные концепции, что нужно такого основного узнать, чтобы начать программировать в функциональном стиле с помощью Swift. Что же такое функциональное программирование? Многие думают, что функциональное программирование заключается только в функциях, таких как Map, Reduce и так далее. Но это не совсем так. Это одна из характеристик этой парадигмы. И также разберем, какие основные концепции входят в этот стиль. Первое – это, конечно же, функции высшего порядка. Это математический термин, означает то, что функция может принимать другую функцию, либо возвращать функцию в качестве результата. То есть с функциями мы обращаемся как с данными. Следующее – это иммутабельное состояние и чистые функции. Что же такое чистые функции? Чистые функции – это функции, результат которых зависит только от входящих параметров. То есть функция не затрагивает никакой внешней среды. Поэтому достаточно легко предсказать, в принципе, что будет делать функция, какой результат мы получим. Иммутабельное состояние – это то, что функция не изменяет ничего, а отдает уже результат, основываясь на входящих параметрах. Декларативность. В принципе, в функциональных языках мы говорим, что именно мы хотим сделать, а не как именно мы хотим сделать. То есть мы не углубляемся в какие-то детали реализации, мы в основном оперируем какими-то абстрактными терминами. И это позволяет нам более изящно выражать наши мысли и решать проблемы. Модульность. Благодаря тому, что функции в основном зависят только от входящих параметров, то есть не, как бы сказать, не зависят от внешней среды. Исходя из этого, функции очень легко компоновать между собой, очень просто из этого делать модули, которые дальше можно использовать, переиспользовать и компоновать с другими модулями, потому что нету ничего извне, что может повредить этому процессу. Поэтому мы не привязаны ко времени. И, конечно же, так как мы рассматриваем Swift, Swift — это строго типизированный язык, хотелось бы упомянуть о типах. Типы позволяют на этапе компиляции уже предсказать и решить много проблем. А также, имея декларацию функции, можно, в принципе, уже более-менее сказать, что она будет делать, то есть полагаясь только на имя и на тип функции. Что же нам предоставляет Swift, чтобы мы могли удобно программировать в функциональном стиле? Во-первых, это функции первого класса, то есть Swift из-под коробки поддерживают функции высшего порядка, то есть функции можно передавать, можно возвращать и так далее. То есть с функциями мы работаем точно так же, как с данными. Следующее — корирование. Корирование — достаточно мощный механизм для того, чтобы разбивать функцию с множеством параметров на множество функций с одним параметром. Это позволяет нам из более глобальных обобщенных функций делать более конкретные, компоновать это и так далее и тому подобное. То есть что позволяет легко реюзать существующие функции. Обобщение. В Swift появились обобщения, и благодаря ним можно создавать довольно-таки абстрактные типы данных и функции. И задавать определенные правила, по которым эти типы будут следовать. Также вывод типов. Тоже мощная особенность компилятора, которая позволяет не заморачиваться на каких-то деталях типизации, уменьшает все шумы в коде и позволяет более красиво писать код. А также меньше думать о том, что нужно указать явно тип. Об этом заботится компилятор. И то, что мне очень-очень нравится, это перечисления, которые появились в Swift. Они обогащают систему типов, позволяя создавать новые типы. И они своим поведением, в принципе, похожи немного на структуры или на классы. Но они как минимум оттуда что-то берут. Вот. И теперь хотел бы более детально рассмотреть эти пункты. Что же мы можем делать и как мы можем это делать в Swift. Например, у нас есть функция add, которая принимает параметром интовое значение. И, как мы видим по определению функции, она возвращает другую функцию, которая принимает инт, и в итоге возвратит интовое значение. Как мы это делаем? Мы в теле функции создаем анонимную функцию, которая принимает y и потом уже суммирует. Что мы из этого получаем? Мы можем создать более конкретную функцию, например, add1, и дальше уже с ней работать, то есть используя такой вот механизм. Дальше. Этот пример показывает, как можно передавать функцию параметрам. То есть функция map, она ожидает функцию с каким-то параметром, который и в теле которого уже будет как-то меняться это значение. Таким вот образом, легко и просто, мы передаем функцию параметрам map и на выходе получаем измененный массив. Корирование. К сожалению, пока что в Swift корирование не поддерживается так как бы из-под коробки, чтобы все функции были по умолчанию корированными. Поэтому, если мы хотим объявить корированные функции, мы должны делать вот такую вот нотацию, что якобы с двумя... Функция, которая состоит якобы из нескольких тел с параметрами. Ну и что мы дальше можем делать? Грубо говоря, то же самое, в принципе, что и с функцией, которая возвращает другую функцию, в принципе, одну и ту же. То есть мы создаем более конкретную функцию, которая нужна нам в конкретной ситуации из более глобальной функции и используем ее благодаря корированию. В итоге получаем снова-таки измененный массив. Это такой вот пример, как... Скорее, костыль такой, как можно превратить обычную функцию в корированную. То есть, ну, снова-таки, тут только... Этот конкретный пример работает только для функции, которая принимает два значения. То есть, грубо говоря, у нас есть функция, которая принимает два параметра a and b, типа a and b, и возвращает результат типа c. И что мы делаем? Мы просто создаем две... Нет, мы создаем анонимную функцию в анонимной функции, в которой мы уже выполним нашу передаваемую функцию. Таким образом, мы можем создавать корированные функции из обычных. Generics. Вот, обобщение. Как мы видим, у нас есть функция print-age, и мы хотим пройтись по каждому элементу в коллекции и что-то с ним сделать. Например, вывести в консоль. Что для этого нам нужно? Нам нужно, чтобы... Нас как бы ничего больше не интересует, кроме того, что эта коллекция будет sequence-type. То есть, мы говорим, что мы принимаем любой тип, который соответствует sequence-type, и благодаря этому мы теперь можем без проблем пройтись форычом. Ну, например, в конкретной ситуации пройтись форычом. И в свифте, в принципе, мне нравится, как устроены женерики. То есть, они достаточно гибко позволяют указывать правила и так далее. Ну, и потом используем ее, передавая range или массив. Так как и тот, и другой поддерживает sequence-type. Вывод типов. То есть, нам не обязательно говорить при инициализации переменной, что эта переменная будет какого-то типа. Ну, разве что мы хотим... Разве что мы ее еще не инициализировали, просто объявляем переменную. Либо мы хотим, чтобы она была действительно какого-то конкретного типа, который компилятор нам не может, например, предложить. Вот в этом случае мы объявляем переменную 42.0. Это переменная типа double. Но если мы, например, захотим float, то нам придется явно указать float. Но что круто, то что компилятор за нас предсказывает, какой тип будет, и нам не нужно явно это указывать, и мы меньше пишем кода. Еще один пример вывода типов. То есть, у нас есть функция sort, которая принимает функцию с двумя параметрами. И на выходе отдает булевый результат. То есть, в данном случае нам не нужно объявлять анонимную функцию и так далее и тому подобное. Мы просто используем оператор. Мы знаем то, что этот оператор работает с типом данной коллекции. То есть, у нас тип коллекции – это массив int. Мы знаем то, что оператор меньше работает, например, с intами. Мы его просто передали туда, и все. Больше нам ни о чем заботиться не нужно. Компилятор сам все знает. Если что-то будет неправильно, он нам выдаст ошибку. Аналогично хотел бы обратить внимание на мутабельность. То есть, данная функция, данный метод, он изменяет текущий массив и возвращает тип void. То есть, функция sort, она просто меняет массив xs и все. То есть, иногда это не совсем то поведение, которое мы хотели бы видеть. Поэтому в свифте 1.2 есть такая функция sorted. И если посмотрим, то в данной ситуации мы объявили массив уже при помощи let, а не при помощи var. То есть, мы видим то, что массив не меняется, и на выходе метод sort это возвращает новый уже отсортированный массив. То есть, такое поведение, как мы ожидали. Обобщение. Обобщение в свифте могут быть разных видов. Вот один из видов, это самое простое обобщение, которое мы, например, исследуем от стринга. То есть, у нас есть несколько кейсов, и мы имеем значение. Несмотря на это, что круто, то что у нас все равно за этим перечислением сохраняется тип. И если наш метод ожидает получить параметр типа фрукт, то мы не можем ему просто передать стрингу вместо этого, как мы делали, например, с перечислением в обжекте в C или в C, когда можно было просто передать интовые перемены. То есть, тут он ожидает фрукт и ничто другое. Поэтому мы можем передать только Apple, банально или Cherry. Также, чтобы получить вот это жесткое значение, которое мы присвоили кейсу, мы используем rowValue. Что еще можно круто делать с перечислениями? Это еще один вариант, когда мы создаем новый тип validation result, который может хранить либо состояние valid, либо состояние not valid с ошибкой. Аналогично можно создать valid, который будет хранить еще и результат валидации. Чем удобно? Тем, что мы можем из метода возвращать только один тип validation result и тем не менее ожидать, что мы можем получить либо успешный результат, либо фейл. Это очень удобно, так как нам не нужно передавать указатели на указатели на ошибки. Нам не нужно заморачиваться с тем, чтобы что-то сложное создавать, какие-то сложные структуры, которые мы будем возвращать из метода. То есть, таким образом, мы, грубо говоря, возвращаем два результата из метода. Вот еще один пример, как использовать перечисления. Показан на фреймворке Moja, который абстрагирует networking слой. Да, советую обратить внимание на него. Что мы делаем? Мы создаем какой-то роутер, который соответствует нашему API. У нас есть несколько методов, то есть, аутентификация, получение юзера, неважно. И поскольку, благодаря тому, что перечисления берут много поведений от структуры класса, мы можем экстендить их, имплементировать протоколы и так далее и тому подобное. Вот в данном случае мы имплементируем протокол MojaTarget, который просит нас объявить URL, путь и так далее. В чем профит от этого? В том, что мы снова-таки не бросаемся всякими стрингами, которые легко подменить, зафейлить и так далее. Мы используем конкретный тип, либо авторизация, либо получение юзера и так далее. То есть, благодаря перечислениям мы можем очень легко конкретизировать наш роутер и благодаря этому на моменте компиляции сразу увидите ошибки, если такие возникнут. Optionals. Optionals – это один из таких базовых элементов языка Swift, которому я очень-очень рад. И, как ни странно, это тоже тип перечисления. Что он позволяет делать? Он позволяет либо хранить какой-то результат, либо возвращать нил, либо возвращать нам, если результат нил. Что круто, по умолчанию в Swift переменные не могут быть нил, поэтому мы не можем просто присвоить нил. И это круто, потому что на моменте, на этапе компиляции мы это все сразу поймем. И что, в принципе, устраняет огромную пачку ошибок. То есть, если мы хотим, чтобы объект поддерживал, например, нил, мы оборачиваем его в optional. Также, что нам доступно в Swift из-под коробки, это такой себе optional чейнинг. Это такая цепочка, которая позволяет нам обращаться с объектами, которые поддерживают нил, которые могут быть равны нил, так же, как будто мы обращаемся с обычными объектами и пропорциями. Поэтому, грубо говоря, мы просто ставим знак вопроса после типа, который может быть нил-абл. И дальше идем по цепочке. То есть, если где-то что-то будет нил, вся цепочка оборвется, и результат будет нил. Вот этот знак вопроса. И из-за того, что мы используем этот чейнинг, у нас получается результат всего чейна будет тоже обернут в этот optional. Вот. Так как optional – это такого рода монада, поэтому хотелось бы упомянуть и это. Поговорим о функторах, аппликативных функторах и монадах. Все, ну, многие этого боятся, но мы это разберем и увидим то, что это на самом деле достаточно просто. Как минимум достаточно просто, чтобы мы это использовали в нашей реальной жизни. Например, у нас есть переменная x, ну, в данном случае это константа, с каким-то значением. Мы легко и просто можем выполнить операцию типа сложения над ней. Все круто. Наступает момент, когда наша переменная оказывается завраплена, обернута в какую-то коробочку. В данном случае мы будем разбирать примеры на типе optional, так как этот тип, в принципе, является базовой частью языка, и вам по-любому придется с ним работать, поэтому хотелось бы вот на таком, в принципе, простом примере разобрать, как это все работает, и потом уже легко и просто создавать свои собственные обертки. Кстати, когда я начал изучать функциональное программирование, что для меня было открытием, так то, что на самом-то деле массивы, коллекции и так далее, это тоже своего рода обертки, так же, как и optional. То есть разницы, так сказать, минимум в функциональном подходе между ними такой нету. То есть это круто. Это позволяет увидеть, сколько всего можно создавать, имея такие знания. Какую проблему решают функторы? Функторы решают проблему того, чтобы применить нормальную функцию к обернутому значению. Посмотрим, что нам нужно реализовать. Что нам дает optional? Optional дает нам метод map. Метод map – это как раз то, что нужно реализовать для функтора, чтобы он был функтором, грубо говоря. Это не все, что нужно, но как минимум одно из правил. То есть optional предоставляет нам метод map, в котором мы, как видим, можем легко применять обычную функцию сложения. И в результате мы получим обернутый результат. То есть нам не нужно его как-то разворачивать, сворачивать. У нас есть функция map для этого. Что я бы хотел упомянуть, то, что в принципе Swift предоставляет нам такую классную возможность использовать знак вопроса возле определяемого типа, чтобы сказать, что это тип optional. Но я на этих слайдах буду показывать optional как такой вот generic тип, чтобы было проще понять, что это просто очередная оберточка, и мы можем создавать свои обертки и посмотреть, как бы эти функции, как бы вообще работа с обернутыми значениями выглядела, если бы это, например, был не optional. Как в принципе выглядит функция map? То есть функция map, она принимает функцию, которая принимает аргументом чистое значение, возвращает чистое значение, и в итоге функция map вернет нам обернутое значение. Что мы делаем? Мы смотрим, что если, грубо говоря, вот эта функция map, это мы сейчас находимся в экстеншене optional. То есть если optional существует, если у него значение sum, тогда мы возьмем это значение, в данном случае x, x у нас обернут в sum, и мы применим это значение к передаваемой функции. Если же наш текущий optional none, тогда мы просто вернем none. То есть, как видим, ничего сложного и в принципе круто, потому что мы благодаря этому можем строить цепочки. что бы хотелось еще сделать, это объявить такой вот синоним оператор для нашей функции map, который позволит нам что ли красивее использовать функторы. В Haskell там значок доллара вместо птички, вот тут не компилируется такое дело, поэтому в принципе такой вот стандартик. Сейчас много кто использует такой стандарт для функции map. Что мы делаем? Мы в принципе делаем то же самое. Получаем функцию, получаем верное значение, возвращаем верное значение. Если, конечно, трушно объявлять этот оператор, то ему придется не только ассоциативность добавить, а и его мощность, чтобы он нормально кооперировал с остальными операторами. Хорошо. Давайте посмотрим, как же работают функторы в реальной жизни. Например, у нас есть такая вот себе функция добавить один, которая ожидает принять нормальное значение и вернет тоже нормальное значение, в данном случае нутовое. Но дело в том, что мы передаем этой функции обернутое значение. Для этого optional реализовала функцию map и вот как мы ее используем. То есть в принципе ничего сложного, а может быть немного непривычно после старых добрых языков, как и оператор ТВС. но тем не менее такой оператор себя оправдывает и вы увидите дальше в примерах, которые покажу. Хорошо. Мы применили функцию map к функции, которая принимает один параметр. Например, у нас есть функция add добавить, которую мы рассматривали в предыдущем примере. наша карированная функция add, которая принимает два параметра и суммирует их. Хотелось бы сделать вот так вот, но так сделать нельзя. Потому что результат функции add и optional 2 будет optional тип. То есть optional функция. А как мы видим, функтор принимает чистую функцию, а не обернутую функцию. Для этого нам на помощь придут аппликативные функторы. Аппликативные функторы помогают применять функции с множеством параметров к нашей обертке. Что нужно аппликативному функтору? Ему нужно реализовать такой вот метод apply. То есть мы сейчас находимся в extension этого, в extension optional. Вот мы реализуем метод apply. Он принимает уже обернутую функцию и отдает на выход обернутый результат. Реализация тоже простая. Мы смотрим или функция f или это значение является нам или оно является позитивным сам. Если же там есть какое-то значение, тогда мы достаем оттуда эту функцию и применяем эту функцию к мэпу нашему. Если же нет, возвращаем нам. Аналогично хотелось бы создать для него такой синоним оператор, в принципе то же самое делает. Он просто применяет apply к обернутой функции. И посмотрим, как это работает в реальной жизни. Снова вернемся к нашей карированной функции add. И вот таким образом мы ее применяем. То есть сначала в самом начале мы применяем функцию map, получаем обернутое значение, то есть обернутым значением является наша следующая функция, то есть следующий кусочек функции. И дальше мы его применяем при помощи apply уже к остальным параметрам. В итоге мы получаем обернутое значение 5. На самом деле чтобы нормально вызвать функцию add с двумя optional, нам пришлось бы их руками проверять или они существуют, разворачивать, передавать функцию, если не существуют, то что-то другое делать. На самом деле это грубо говоря copy-paste, то есть мы каждый раз копипастили бы одно и то же решение, проверить или параметры существуют, если он не существует, тогда что-то другое делать, если существует, передать функцию и так далее. Таким образом мы избавляемся от этого. Рассмотрим почему она так работает. То есть результатом первого кусочка функции add будет новая функция, которая уже применилась в аргумент 2. И ее тип, как мы видим, это обернутый результат. поэтому тут нам нужны аппликативные функторы и мы их реализовали. Монады тоже такое страшное слово. Зачем же они нам нужны? Тут я определил type алиасом t как double, чтобы немного сохранить место на слайдах. вот допустим ситуацию у нас есть две функции которые что-то делают f и g круто одна умножает вторая делит допустим теперь нам нужно каким-то образом сделать так чтобы мы могли в определенной последовательности их вызвать чтобы получить какой-то результат то есть составить из этого программу мы это делаем при помощи композиции то есть мы результат одной функции передали в другой и конечный результат получили на выходе то есть у нас есть теперь программа которая вызывается по порядку все как надо good следующая ситуация мы не можем разделить на ноль поэтому нам нужно чтобы функция g вернула два значения чтобы она возвращала ошибку и чтобы она возвращала нормальное значение поскольку функция может вернуть только одно значение у нас есть вот такой тип optional либо другой какой-то тип в данном случае optional который помогает нам вернуть либо одно значение либо другое значение все хорошо но теперь результат функции g мы не можем передать функцию f это плохо у нас есть несколько вариантов один из вариантов это переписать функцию f то есть переписать нашу существующую программу так чтобы она работала чисто с optional но если умножить этот масштаб на реальный проект то мы получим то что это делать вообще почти нереально и незачем другой другой вариант это вернуть exception но exception они тоже так себя ведут и третий вариант это создать такой вот и третий вариант это каким-то образом достать результат из функции и тоже его передать если он есть или идти дальше если его нет вот для этого нам на помощь приходит такой вот оператор этот оператор поможет нам достать результат из функции и положить его в нашу функцию если все окей то есть в простонародье его изображают как вантус так как он проталкивает результат функции через функцию и на выходе снова получаем обернутый то есть он проталкивает обернутый результат функции в другую функцию чтобы на выходе получить снова такие обернутые результат то есть картинка кстати из очень интересной статьи функторы иммонады в картинках статья изначально для хаскеля была потом ее там начали переводить на разные на разные языки и на свифте она тоже вроде есть вот а также этот оператор елочку такую называют как bind потому что она связывает функция либо shove как проталкивает результат вот у нас это будет flat map и мы сейчас посмотрим почему допустим у нас есть функция flat что делает flat то есть как я уже говорил коллекции например массивы они тоже являются своего рода функторами или аппликативными или монадами или аппликативными функциями вот поэтому мы могли видеть метод flat он уже в массивах то есть что он делает он например с массивами получает многомерный массив какую-то матрицу к примеру и раскладывает ее на одномерный массив то есть он распрямляет многомерность оставляя только значения завернутые в одну обертку в нашем случае это в нашем случае flat работает с optional завернутым в optional а на выходе даст просто развернутый optional тип что мы делаем мы просто смотрим если если optional позитивный тип тогда мы возвращаем значение которое мы достаем из него если там нету значения тогда мы возвращаем нету значения вот как мы строим flat map мы применяем результат функции map к flat и получаем наше значение вот то есть в принципе не сложно почему почему flat map почему flatten давайте разберемся у нас есть funcza mff которая принимает чистой функции которая принимает функцию которая чистый аргумент и возвращает чистый результат воду и и в итоге аксон она возвращает один результат отлично но теперь посмотрим на на тип возвращаем возначения которая возвращает функция которая во FlatMap. То есть FlatMap, как мы помним, он принимает чистое значение и возвращает уже обернутое значение. В данном случае, так как с методом деления, то есть он принимает и int, например, или double, а возвращает optional. Чтобы нормально применить эту функцию, нам для этого и нужен FlatMap, потому что если посмотреть на тип U в мэпе, это просто U, если посмотреть на тип U во FlatMap, это обернутое U. Если бы мы были компилятором, как бы мы поступили, мы бы, грубо говоря, везде вместо U, везде U заменили на optional U, правильно? Поэтому у нас получится так, что функция map вернет дважды обернутый результат. Для этого нам не нужно ее распрямить, применить FlatMap, чтобы получить нормальный единожды обернутый результат. Для этого нам нужен FlatMap. Аналогично определим такой вот оператор елочкам для FlatMap. В Haskell вместо минуса равно, у нас будет минус, так как если такая елочка с равно, в свифте это побитывает сдвиг вроде. Хорошо. То есть у нас есть функция FlatMap, и посмотрим, что же можно с ней сделать. Допустим, у нас есть функция, которая умеет делить на два. Она принимает int-овое значение и возвращает обернутое int-овое значение. Что это значит? Если передаваемый аргумент параметра функции не кратный двум, тогда мы возвращаем none, потому что мы не можем нормально разделить на два без остатка. А если все ок, тогда мы, если число четное, тогда мы делим его на два. И поэтому мы возвращаем обернутый результат. Как это будет выглядеть с использованием FlatMap? Мы просто применяем функцию к обернутому значению, неважно сколько раз. Таким образом мы, грубо говоря, биндим эти функции и строим такую цепочку. Очень круто, потому что нам, в принципе, не важно, что там произойдет. Если где-то что-то зафейлится, мы просто получим фейл результат, то есть нил. Если все ок, тогда мы, вот как в этом случае, получим забрабленное значение 2. То есть мы 8 разделили на 2 и разделили на 2, получили 2. Теперь представьте, что бы мы делали, если бы мы не использовали FlatMap, например, доставали руками значение из optional, чтобы передать его в half, потом смотрели бы, если не нил, тогда можно вызвать еще один half, а если там не нил, тогда еще можно вызвать, а если нил, тогда нужно обработать. Ну, в общем, такое. Поэтому действительно optional, как монада, себя здесь хорошо проявляет. Что нужно для того, чтобы монада была монадой? Есть такие три закона. На самом деле для функтора и для аппликативного функтора тоже есть законы. Но я решил их уже не рассматривать сегодня, поскольку, в принципе, можно рассмотреть только законы монады и самому поупражняться, попробовать реализовать, посмотреть, как это будет выглядеть для функторов и аппликативных функторов. Итак, три закона. Закон левой идентичности, правой идентичности и ассоциативности. Что все это значит? Закон левой идентичности. Закон левой идентичности гласит, что если применить функцию FlatMap для типа с позитивным значением, например, в нашем случае это... Если применить функцию FlatMap для типа с позитивным значением и передать туда другую функцию, то результат должен быть такой же, как если бы мы просто применили обычную функцию к передаваемому аргументу. То есть, грубо говоря, что это значит? Что наш врапер, наша обертка не должна никаким образом влиять на то значение, которое передается. То есть, грубо говоря, что она делает? Она просто поверх значения навешивает еще какой-то дополнительный контекст. Но само значение она менять не должна. То есть, никаких сайд-эффектов, ничего такого. Грубо говоря, благодаря этому закону мы можем посмотреть, что у нас значение не меняется. Второй закон – это закон права идентичности. Он также гласит, что если функцию FlatMap передать функцию, которая создает монаду из данных, которые находятся в монаде, то есть, в нашем случае у нас есть Optional1. Мы его передаем в функцию Create, которая благодаря FlatMap получает нормальное значение, то есть, интовое какое-то. А на выходе оно его оборачивает, а на выходе отдает снова-таки обернутое значение. То есть, он гласит о том, что если мы используем FlatMap функции, которая создает монаду из этих данных, которые находятся в монаде, то на выходе мы получим точно такую же монаду, как если бы мы просто применили эту функцию. То есть, если мы просто обернем функцию, ничего не должно поменяться. Закон ассоциативности. Говорит о том, что монадическая композиция ассоциативна, если при комбинировании функций, неважно в какой последовательности, мы на выходе получим точно такой же результат, неважно в какой последовательности мы применим эти функции. То есть, мы видим, что сначала мы просто применяем DoubleTriple, потом мы применяем DoubleTriple, а потом после этого только Option1 и так далее и тому подобное. То есть, это три закона, которым должна подчиняться монада, чтобы быть монадой. И давайте подведем итоги того, что мы только что узнали. То есть, грубо говоря, функтору нужен метод Map, который будет уметь применить чистую функцию к обернутому значению. Аппликативному функтору нужен метод Apply, который применит обернутую функцию к обернутому значению. А монаде нужен метод FlatMap, который применит функцию, принимающую чистые значения и возвращающие обернутые значения. Следующее, о чем бы я хотел упомянуть, это пайпы и такие себе Railways. Есть такой интересный дядя, который создал термин Railway-Oriented Programming. Грубо говоря, что он хотел этим показать? Он хотел нормальными, доступными для программистов словами описать, грубо говоря, монады и их композиции. То есть, не на языке математическом, не на языке математиков, а на простом обычном языке. Чтобы людям это было понятно, чтобы они не боялись каких-то сложных математических терминов и так далее. Окей, разберем пайпы. Пайпы — это, грубо говоря, пайплайн — это такая цепочка связанных методов, которая принимает параметром результат предыдущей операции. То есть, в данном случае мы создали такой простенький-простенький пайп, который просто применяет функцию к параметрам. Как это работает? Мы вот таким вот методом, таким вот образом применяем функцию добавить 2, а потом умножить на 3, а потом print, чтобы ввести это в лог. На выходе получаем результат. Зачем вообще все это создавать? Зачем создавать этот пайп, если можно просто, как мы видим, применить функцию f к вот этому вот аргументу x? На самом деле, одно из преимуществ — это читабельность. Например, у нас есть вот такой вот пайп, в котором мы просто применяем функции, и мы применяем их в той последовательности, и мы их записываем в той последовательности, в которой они применятся к x. Как бы мы это делали в нормальной ситуации, мы бы написали вот такую вот огромную нуть, которую нужно читать заданно наперед, либо, чтобы сделать ее красивее, нам пришлось бы результат каждой функции, например, выносить в отдельные переменные. То есть пайплайн в этом плане сократил нам силы и вообще сделал код более читабельным и красивым. То есть, в принципе, это такой бонус. Вот, Railways. Впервые я о нем услышал на сайте Fsharp for Fun and Profit, который как раз таки и ведет вот этот Скотт Глошин, который придумал этот термин. Он там красиво описывает, как мы... Как описывают паттерны и подходы, как лучше работать с монадами, как их с друг с другом связывать, какие есть ситуации, как их обходить, как решать проблемы и так далее и тому подобное. То есть, у него там есть и видео с доклада и огромная-огромная статья, в которой это все расписано. Вот, поэтому я просто хотел бы обратить внимание, чтобы вы туда глянули. Сайт, все статьи на сайте, в принципе, реализованы на языке Fsharp, но на самом деле очень легко читается, очень доступно и достаточно легко интерпретировать Fsharp. вот, в то, что нам нужно. И на основе этого создавать потом то же самое в Swift. Я бы хотел показать на реальных примерах использование вот этих вот знаний, которые мы только что получили. То есть, нам пришлось пойти немного снизу вверх, сначала выучить эту теорию, чтобы потом увидеть, как ее применить. Но ничего страшного. Есть такая библиотека Argo для парсинга JSON. И, в принципе, можно заметить вот эту вот такую прикольную тенденцию разбивать это все на модули. То есть, это не просто массивная такая вот библиотека, она состоит из двух компонентов. Первый компонент — это Rooms. это тоже библиотека, которая определяет как раз-таки вот эти операторы для функций map, apply и flatmap. И по умолчанию она эти операторы определяет к optional типу. И, если я не ошибаюсь, то ли к массиву, то ли к optional массиву, не помню. Надо посмотреть. И библиотека Argo, которая, в принципе, парсит JSON используя вот эти вот операторы, она переопределяет эти операторы уже для своих конкретных типов, для своих конкретных монат. Вот так вот выглядит пример парсинга какой-то entity. То есть, у нас есть, допустим, есть какая-то модель, нам нужно заимплементировать протокол decodable, нужно две вещи сделать. Нужно создать корированную функцию create, которая примет параметрами все значения, которые мы хотим получить из JSON. И, собственно, функцию decode, которую я вот здесь описал, эта функция вернет нам результат. Что мы делаем? Как видите, мы в самом начале используем функцию map, так как это еще не обернутая функция. Так как create еще не обернутая. Потом после этого мы получаем значение id. Ну и, собственно, дальше мы уже применяем аппликативные... Дальше мы применяем методы apply. То есть, такое вот NLO получается. Что бы я хотел рассказать о самой этой парсилке? То есть, обычный флажочек, мы достаем просто значение оттуда, причем мы не указываем, мы тут не паримся о типе, так как мы тип указываем в определении метода create. То есть, подстановка типов работает, и она из JSON достает все данные и смотрит. Если они подходят по типу, тогда она их туда переводит. То есть, этим занимается сама библиотека. Также флажочек со знаком вопроса, это значит то, что мы ожидаем получить optional результат, то есть, user comment, он может быть, а может и не быть. То есть, нам, в принципе, по барабану. Дальше. Под user comment у нас есть массив. Такой массивчик. Это значит вложенность. То есть, мы говорим то, что вот здесь будет объект channel, и у этого объекта channel мы возьмем label. А также следующее, это такой флажочек с двумя павочками. Он значит массив. То есть, он значит то, что мы из JSON достанем массив epox и массив body. Массив каких-то значений. Причем там дальше можно определять, например, если в model.create мы скажем то, что для массива body мы ожидаем увидеть не просто массив каких-то интов, а массив каких-то тоже сложных объектов, то мы снова таки определяем, как мы хотим парсить этот объект, и так далее, и тому подобное. На самом деле, очень удобно, лаконично, и круто то, что библиотека сама проверяет типы, и благодаря этому нам стоит написать вот только такое небольшое описание, как мы хотим распарсить JSON. И, собственно, таким образом, вот здесь мы видим то, что нам приходит какой-то NSData, причем optional. Для NSData есть такой вот метод JSON, и дальше, благодаря FlatMap, мы применяем следующие функции, то есть если data есть, тогда мы... тогда мы... и JSON нормально парсится, тогда мы достанем оттуда массив entities, то есть у нас JSON выглядит следующим образом, у нас есть entities, и дальше у нас есть массив этих entities. И, грубо говоря, мы говорим то, что мы достаем массив entities, и для каждого элемента мы применяем функцию decode. Причем мы просто говорим decode, так как благодаря подстановке типов, как мы видим здесь, мы... то есть компилятор знает, какую именно функцию decode нужно подставить, чтобы получить нужный тип. То есть мы здесь определили массив entities как массив... как optional массив с элементами типа model, и благодаря этому decode сам разберется, откуда ему брать это правило для парасокера. То есть в принципе все очень кратко и лаконично записывается, работает очень круто. Единственное, есть небольшой минус, это бывает, если супер-супер большие схемы для JSON парсят, если определять большие схемы парсинга для JSON, то компилятор, то есть Xcode может немного тупить. Ну, в принципе, надеюсь, это в скором времени пофиксят. Ну, на самом деле, все эти примеры я показываю на Swift 1.2, возможно, в Swift 2 уже намного проще с этим. Еще один пример из фреймворка Reactive Cocoa. Аналогично мы используем вайпинг. Мы очень красиво используем различные операции, как вот, например, с тревочком влево. То есть мы говорим, что у нас есть там какой-то во ViewModel какой-то выбранный индекс. мы начинаем строить цепочку, как мы хотим, что мы хотим с этим сделать, и результат всего этого мы передадим в лейбл. То есть, грубо говоря, мы говорим, что лейбл текст получит значение, каждый раз будет получать значение из ViewModel SelectedIndex, когда SelectedIndex будет обновляться. И вот таким вот красивым образом мы описываем правила, как мы хотим это все транслировать. То есть мы хотим игнорировать нил. Если нам в индексе придет нил, мы, например, забиваем на это. Дальше мы комбинируем с другими... Дальше мы этот сигнал комбинируем с другими сигналами, фильтруем их и так далее и тому подобное. То есть на самом деле очень краткое описание и круто работает. Это, в принципе, еще один пример того, как можно использовать полученные сегодня знания. Куда же идти дальше? Хотелось бы указать несколько таких основных источников, которые на меня повлияли. Ну, во-первых, очень доступно, очень понятно описывается все это в статье функторы, объективные функторы и монады в картинках. Также статья, которую я упоминал Скотта Влошина на F-Sharp и Fun and Profit, это Railway-Oriented Programming. Потом очень интересная книга, которую я недавно заказал на обществе I.O. Это Functional Programming in Swift. Сейчас она полностью реализована для Swift 1.2, и они сейчас потихоньку переходят на Swift 2. И реально интересная книга от Криса Айтхофа. Они там объясняют, как реально круто можно работать в функциональном стиле на Swift. Показывают это на примерах уже существующих фрейворков типа Core Image и так далее и тому подобное. Реально круто, советую очень почитать эту книгу. Такие библиотеки, как Argo, которую я только что упоминал, библиотека Swift The, она тоже определяет кучу всяких операторов крутых, но она более такая, более общего применения. Там и парселка JSON тоже есть, но в случае с Argo он парсит только JSON, а в случае со Swift Z там еще куча всяких функциональных плюшек. Реально круто, библиотека. И насчет какой-то реактивщины это либо RxSwift, либо реактив какого. Многие отзываются хорошо про RxSwift. Поскольку он чисто поскольку он написан чисто на Swift, то он движется немного быстрее в ногу со временем, так как Swift продолжает обновляться. Я лично его не пробовал, но многие в интернете очень хорошо отзываются. А реактив какого 3.0 это тоже обновление, которое недавно вышло. Это новая версия реактив какого, которая предназначена для работы на Swift. она тоже поддерживает и старые API с Objective-C и новая API. И если в новом 3.0 API чего-то нету, то его можно легко юзать API реактив какого 2.0 на том же Swift и потом мапить его в 3.0, что делается вызовом одной property. То есть вообще круто. И советую посмотреть, обратите внимание, на такие языки, как Haskell, Fsharp, Erlang, Elm, которые у которых можно будет чего-то подсмотреть и перенять лучшие практики себя в плане функционального программирования. Вот. У меня все. Большое спасибо за внимание. И вопросы, комментарии вы можете писать на YouTube под видео, также есть в Twitter, можно мне писать в Twitter и на GitHub. Вот. Всем спасибо. Я тогда буду отсоединяться, наверное. Всем хорошего вечера. . Спасибо. 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 Продолжение следует...